Мариинский балет представил одноактные балеты Ханса Ван Маннина Леэла Гучмазова. Рисунок к статье. Все новые российские времена Мариинский балет отрабатывает лесный приговор стороннего наблюдателя. Здесь классика чище, а новизна новее. Классика в привычном понимании в этом сезоне у театра не уродилась, так что на суд столицы Мариинцы привезли современные одноактные балеты Ханса Ван Маннина и балет Инфрауэйна Магригора. Живой классик Ханс Ван Маннин в свои 82 не упускает случая прилететь в Москву, чтобы бодро расклониться на сцене, и уж он то аплодисменты заслужил сполна. Его давным-давно сложившийся стиль все еще радует точностью формулировок, отсутствием балетных сантиментов и внятностью танцевальной речи. Но! Тут получилась загвоздка. Читайте также, актриса Чурсина выступит с балетом Кострома в городах-героях Водажа Амерклавир на музыку Бетховена хореографа дарил каждую из трех пар личными отношениями. В своих хорошо обдуманных танцах он даже припрятал послание. На высокой поддержке классическая поза танцовщица вдруг ломается под острым углом, как в брейгелевской пляске. Видимо, артистам так не показалось. Первая пара будто приняла на себя функции разогрева публики. Вторая, нынешняя Надежда Мариинского Надежда Батова, Константин Зверев, управилась технически и на свой вкус эмоционально, а третья, слегонькой и неровной по танцу Кристиной Шапран, так и не привела к кульминации благодаря партнеру, светшему на нет все попытки хотя бы текстовой точности. Соло на музыку Баха хореограф был благодушный гриф, и неказистая с виду тройка молодых ребят солистов справилась с изящной скорописью тел и скрипичных соло весело, почти без помарок, волю наигравшись друг с другом и с кулисами, это самое бодрое впечатление вечера. Состязание в вариации для двух пар прозвучало крайне монотонно, а финальные пять танго на музыку у Астера Пьетсолы, предполагавшую у хореографа хоть и по-голландски, но все желательно-американские страсти, смотрелись голой функцией, без тени мало-мальски достоверных эмоций. Дело не в технических трудностях, с текстом мариинцы справлялись, но при всей холодности маэстро Ханс Вен Маннен очень музыкален, сейчас так себя не утруждают, а артисты поразительно глухи. В сочетании с неизбежным злом отечественного балета, хлопочущими лицами, эта немузыкальность тем более бросается в глаза. Инфрабританция Уэйна Магригора была представлена в Москве в окружении курьезов, бодренького ученического. Inside the Lines Артисты Мариинского театра Антона Пимонова и Ветхозаветных Маргариты и Армана, приписанных конкурсному балету сугубо для объема. Магригор в современной хореографии наследует интеллектуальному тренду Рудольфу Лобану и Уильяму Фарсайту, и, соответственно, настаивает на цифровых технологиях, помноженных на возможности человеческого тела. В инфрино-черный задник проецируется цифровая дорожка со шагающими по ней человечками. Сценография Джулиана П. Точно такие цветные человечки мигают на каждом светофоре. Внизу же танцуют настоящие живые люди и, вступая во отношения, все больше похожи на цифровые символы самих себя. Балет этот Магригор поставил 10 лет назад, но и сегодня, именно так мы сводим живые отношения к запискам в Фейсбуке и к лаконичным СМС. Читайте также, в Краснодаре прошел литературный бал в стиле пушкинской эпохи и тут случается маленькое долгожданное чудо. Отмечаешь, как органичные артисты. Как уместны Надежда Батова, Екатерина Кондаурова, Анастасия Матвиенко, Виктория Терешкина, Кимин Ким, Александр Сергеев. Нежность урбанистики, трепетность цифрового символа становится вдруг естественной проблемой и искусство танца, ровно такой, как романтическая история Жизели и Графа два века назад. Толпа, это страшно, цифровая толпа, уже искусство, и человек танцующий со своими аттитюдами удачно вписывается в новую реальность. Конкурсная схема в этом году включает по два спектакля от взрослых Большого и Мариинского и по одному от их вечных младших соперников, Мамта, Екатеринбургского и Пермского театров оперы и балета. Конечно, в фаворитах украшение строптивой Большого, а впереди еще грозящая сенсация уральская цветоделика, но хорошо бы, чтобы инфра не осталась без внимания.